Французский курьер ВИТЭ по-нафицски. Я все написал, где я работал, для кого и так далее. И последняя фирма, я работал 20 лет в моде. Это очень хорошо, в моде 6 месяцев работы, 6 месяцев каникулы. Это 2 раза 3 месяца. Коллекция летняя, коллекция зимняя. Так я остался в моде. И последняя марка, для которой я работал до пенсии, английская марка, называлась French Connection. А все знают, все слышали, French Connection это была какая-то операция очень важная, когда в Марселе полиция, он интерпол, бессмерт, поймали все торговцы наркотики. Потому что наркотики приходили из Южной Америки, из Америки, из Афгана и так далее. И все, Марселе. И так все, интерпол, взяли эти люди. И это назвали, это операция, French Connection. Потому что, я, 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 это, интернет есть, это правда. Кто-то написал, как они могли это взять, я не знаю. Написал, ну вот, несколько людей попросили русскую гражданство, а они от Франции, вот из Англии и так далее. Вот есть такая-то, которая ба-ба-бам. И есть Кирилл Игоревич Шалахин, который приехал. Он работал в таких фирме, торговый агент. И даже работал на интерпол. Я это читаю. А тут, в первый начале, я думаю, почему? Где они нашли, что я работал для интерпол. Думал, думал. Может, вы не забыли? И упал, хохотать, French Connection. А это написано в интернете. И правда, газета правда. Ну, интерпол белыми нитками сшил эту утку, конечно. Это смешно. И мы еще хуже посмеялись, потому что мы были приглашены в ресторане. Друзья нас пригласили. И были люди, которые мы не знали. Да, мы как-то собираемся, часто мы знаем эти, эти, эти. И была новая пара. И он представлялся. Он сидел около меня. Он сказал, я работаю в интерпол. Так с моей супругой. Ха-ха-ха, мы пошли смеяться. Потому что вот-вот-вот мы это увидели. А он представляет себя как интерпол. Замечательно. Так. Я очень рад познакомиться было с вами. Мы вообще-то могли. Быстро был желательно. Видим он.